Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале Eton TV. Меня зовут Александр Вальдман. Программа «Разбор полетов». И как бы это странно ни звучало, мы сегодня разбираем полеты Александра Векслера. Алекс, добрый день! Добрый день, господин Вальдман. Рад вас видеть. Взаимно. Алекс, вот я сказал, как бы странно это ни звучало, но почему странно? Алекс Векслер выпустил книгу, ну можно сказать, мемуары, книгу воспоминаний под названием «Моя страна, мой народ, моя семья». Мне, я признаюсь, дорогие друзья, мне повезло, я эту книгу практически в полном виде видел и читал еще до того, как она была издана с позволения автора. Алекс, я хочу тебя спросить, почему ты назвал книгу именно так? Вот не кажется ли тебе, что вот ко многому обязывает такое название? Между прочим, название родилось буквально в момент, когда я начал писать. Поскольку, и ты об этом хорошо знаешь, я ровесник нашего государства, так идея написания книги появилась 6 лет тому назад, в дни празднования 60-го государства Израиля. Скоро мы будем праздновать 66-ю годовщину, ни для кого не секрет. И тогда ко мне обратился один из товарищей, который обратился ко мне еще к нескольким ромесникам государства, чтобы они написали о своих годах пребывания в Израиле. И мои, так сказать, 60 лет, как кирпичики, сложились в одну интересную, так сказать, стенку, скажем, достаточно нормальную. И тогда меня попросили написать 5-6 тысяч знаков. И когда я начал писать 5-6 тысяч знаков, выяснилось, что все эти знаки могут быть только предисловием к большой книге, или даже, может быть, и к трилогии о этих 60-ти годах в Израиле. Алекс, в словах от автора в самом начале меня несколько поразили слова, которые ты написал. Все описываемое в книге происходило со мной лично, а потому за каждое сказанное мне слово я несу всю полноту ответственности и даже готов пройти проверку на полиграфе. Такие серьезные секреты ты выдаешь? Я не выдаю никаких секретов, несмотря на то, что есть, конечно, вещи достаточно интересные в книге и 60-летней давности, и 50-летней давности, и 30-летней давности. Так уж повелось по жизни, мне повезло, потому что я, не дай бог, не стоял у стоков государства Израиль, но с момента своего приезда сюда, еще с моей, так сказать, молодежной сионистко-студенческой деятельности там, я имел непосредственное отношение к ряду событий, которые произошли достаточно уже позже, во время моего приезда. Но я приведу, так сказать, несколько примеров. Я неплохо знаком с премьер-министрами Израиля, с несколькими покойными. Минахимом Бегиным, фотографией которого я рассказывал о нем, есть это книги. Ицхаком Шамиром, Реле Шароном и ныне здравствующим... И фотографии тоже здесь есть. Фотографии, да, да. И ныне здравствующим Бениамином Натанияу. А чтобы было понятно, как это и почему, дело в том, что я по глупости или не по глупости, не знаю, даже где-то рискуя собой, записался в движение Херут, тогда он назывался Ликут, еще в 1974 году, будучи работником, имеющим постоянство, квьют в Министерстве абсорбции Израиля, во главе которого стояла МОПАМ, это левосоциалистическая партия. То есть мой старенький министр Шламур-Розен был в моих глазах почти что коммунистом. И он несколько раз со мной разговаривал, потому что во всем Министерстве абсорбции, в Центральном аппарате работало два парня из России. Алекс Векслер, член движения Херут, Ликут, и Борис Красный, достаточно известный, уже много лет в Израиле, который был членом Центрального комитета рабочей партии. Но это не мешало тому, что между нами были, должен сказать, нормальные отношения. Мой министр меня спрашивал обо мне, о семье, несколько раз, но ни разу меня не спросил о моих политических взглядах. В 1977 году, в зимние месяцы 1977 года, я организовывал вместе со своим покойным тестем несколько хугей-байт встреч тогда еще главы оппозиции Минахима Бегина с русскоязычными репатриантами, которые на выборах 17 мая 1977 года в огромном большинстве проголосовали за Ликут. Можно говорить о 88-90% случаев. Так вот я, сидящий перед тобой, которого ты знаешь много лет, возил в своей машине с этих встреч с русскоязычными избирателями Хугей-байт, Инна Хугей-байт, главу оппозиции Минахима Бегина. Почему? Да потому что у Бегина никогда не было машины, никогда не было прав, да и квартира у него была на Ключах, где я бывал несколько раз, правда, в центре Тель-Авива, на первом этаже. А все началось с того, что... Двухкомнатная квартира. Две с половиной комнаты. И сын, так сказать, Бенни Бегин спал в салоне, которому раскрывалась кровать. Я там первый раз побывал вскоре после приезда в Израиль, а потом его приглашал на свадьбу, на которой он был у меня на свадьбу. И вот я, три года в Израиле с трудом, являюсь обладателем собственной квартиры, купленной, конечно, смашкантой, пускай на последнем четвертом этаже в самой крайней Иерусалимском районе в Новиякове, под крышей, где холодно зимой и жарко летом, но моей водительских прав и машины, пускай небольшой, несчастного там, фиат 128, но она у меня есть. А человек, который приехал в 43-м году в Израиль, у него нет ни одного, ни второго, ни третьего. И я его возил на Хигейбай. Это началось с того, что он попросил моего тестя отвезти его. Говорит, Абраш, ты меня отвезешь? Должен сказать, что они были знакомы еще по Бейтару, по 30-м годам. Абраша посмотрел на мои умоляющие глаза и сказал, Минахим, тебя сегодня отведет Саша. Он мне говорит, Саша, по-русски, вам это будет нетрудно? Я ему отвечаю на иврите, а кого-то кулошили. Это для меня большое удовожение, гордость и радость. А он мне говорит по-русски, Саша, вы же новый репатриант, будем говорить по-русски. И у меня было немало часов бесед с Минахимом Бегиным. И не только, так сказать, когда я его развозил и отвозил, когда у него не было машины. Правда, после 17 мая у нас толговое правительство, у него появились и машины, и шофера, и месродимия, и все, что угодно. Но я продолжал с ним встречаться еще неоднократно. Об этих встречах я здесь пишу. Очень интересных встречах, которые иногда были связаны с тем, с назначениями, скажем, с назначениями главы Натива Лешката Кешир. Два-три раза я участвовал в непосредственных делах, которые были справлены со спорами, с возражениями по поводу решения Бегина там назначить кого-то. Подобные же вещи у меня происходили с Ацхаком Шамиром, даже еще куда больше. Потому что я, пожалуй, переводил Ацхака Шамира на серьезных встречах, публичных с людьми, и на достаточно закрытых встречах, ну, несчетное количество раз. Он меня очень уважал за то, как он считал, что я хорошо знаю русский язык и еврейт. Но я думаю, что он не так сильно ошибался, потому что я старался это делать хорошо. У меня было много интересных разговоров с Ацхаком Шамира, который звонил и советовался со мной, и по поводу радиостанции РЭКи. И он, кстати, его ближайший друг, потом заместитель министра обороны Деккель, который в Тель-Виве заходил ко мне по дороге на обед, чтобы послушать, что творится на РЭКи, хотел услышать из первых уст. По поводу РЭКи у меня было особое отношение. Я работал в 100-150 метрах от них, и они часто приходили ко мне разговаривать и советоваться. А очень интересные разговоры у меня были с Ацхаком Шамиром, и здесь я затрону тему, которая, может быть, до сегодняшнего дня достаточно интересна. Я выходец из Баку. Я родился в Баку и жил в этом славном городе. И Ацхак Шамир советовался со мной по поводу отношения к армяно-азербайджанскому конфликту. Я хочу сказать так, у меня есть куча друзей армян тоже, и до сегодняшнего дня, и даже родственники. Я не буду и не хочу касаться, так сказать, стороны конфликта вот таким образом. Но для меня, и так меня учили в жизни, и так учили меня в тех командировках, в которых я был как посланец государства Израиль. Главное для государства Израиля, это благополучие еврейских граждан в тех странах их проживания, с тем, чтобы к ним было хорошее отношение, с тем, чтобы они могли себя чувствовать хорошо и тепло. Так как я себя, в общем-то, чувствовал в своем городе Баку, но тем не менее, в момент, когда он представился, значит, уехать я это сделал. Так вот, я привел Ицхаху Шамиру тогда только две цифры. Я ему сказал, я не хочу касаться подробностей. Я хочу сказать так, в Ереване и в Армении в самые, так сказать, процветающие годы социализма по переписи 1959 года жило в лучшем случае от 800 до 1000 евреев. В Баку в те же самые годы жило по крайней мере 50 тысяч евреев, которые жили и процветали и чувствовали себя хорошо. Я не хочу приводить примеры фамилий выходцев из этого города, а их было очень много, начиная от нобелевских лауреатов Давида Ландау, включая Ростроповича и даже, по крайней мере, треть сегодняшней московской интеллигенции, включая Иру Аллегрову и Долину, которая родилась в Баку, и Гусманов, и Каспарова. Не хочу продолжать, есть полно ведущих программ телевидения. И вот эти данные я ему положил. Некуда было деться, так сказать, от этого. И поэтому, так сказать, в этом конфликте мы не заняли активную сторону вооруженной помощи. Но по тем временам, в тех, в 89-м, в 90-м году, мы были заинтересованы в хорошем отношении местных властей к еврейскому беженству, что, впрочем, и произошло. Это была база нескольких моих разговоров с Шамиром. Были у меня очень интересные встречи, я здесь пишу об этом. И мои первые встречи, так сказать, с гражданами еврейскими Советского Союза, мои в качестве консула израильского там, было невероятно интересно, когда мы не спали ни днем, ни ночью. Были встречи с московской интеллигенцией. Мы разъезжали по всей стране с выступлениями. И я об этом пишу в этой книге. Я пишу, так сказать, о своей дружбе с Юликом Гусманом. Я в прошлом был член команды Бакинской КВН. С Сашей Масляковым. О встречах, я знаю, с Юсифом Кобзоном. О встречах с народными артистами. Здесь, кстати, есть фотографии. И о встречах, самое главное, с евреями, с которыми, так сказать, которыми мы приехали помочь. Алекс, вот ты знаешь, вот я как раз от этих слов твоих оттолкнусь. Будем считать, ты очень четко уложился в описание книги. Первое название. Моя страна. То, о чем ты рассказал, четко подходит под то, что ты рассказал. Мой народ. Мой народ. Но один аспект я хочу, прежде всего. Я понимаю, что ты о многом пишешь. Ты много внимания уделяешь. Мы, честно признаюсь, друзья, мы накануне 9 мая, накануне Дня Победы, ты очень много внимания, очень много говоришь о воинах-евреях, о подвигах евреев. Почему тебе это болит? Я родился в семье офицера Советской Армии. Мои родители познакомились в октябре 44-го года на фронте. Папа был капитан, командир танкового батальона, мама была старлей медслужбы. И я, правда, родился там год через три после войны, но неважно. Я воспитывался до 13 лет в военном городке, на самых дальних границах Советского Союза, скажем, в Закавказском военно-округе в Ленкаране. Это действительно была далекая провинция, правда, процветающая провинция. Кругл год огурцы и помидоры, это была уникальная, так сказать, зона, откуда политбюро получало фрукты, овощи, субтропики. И кроме того, еще черная икра. Я помню баллон трехкилограммовой черной икры, зернистой или павесной, который стоял на столе. Поскольку не было холодильников. Некошерный, кстати. Некошерный, да, но очень вкусный. Мы его хранили в колодце. Я помню все эти времена. Я помню, как мы, еврейские семьи, вы знаете, евреи всегда искали евреев, потому что обращение «ду бест аид» это уникальное обращение. Так я помню, как мы, несколько офицеров Советской Армии, подполковники, там один-два полковника, один майор был, Вальдман, кстати, папа Гарика и Саши Вальдмана, Мося Вальдман. Как мы справляли праздники? Недалеко от нас была Малаканская деревня. Субботники там жили, которые пекли мацу. Так вот, мы на пейсах кушали мацу, полученный от Малакан, и рядом стоял молодой молочный поросенок. Я воспитывался в этой среде, я рос с этими песнями. Песни военные, послевоенные, я до сих пор их всех знаю наизусть. Я, может быть, впервые привожу здесь в книге имена и фамилии 500, и я повторяю, 500, это все можно проверить сегодня в интернете, генералов Советской Армии и Красной Армии евреев. Из них порядка 330-340, получивших генеральские звания и начавшие войну уже генералами, и порядка 200-250, которые, часть из которых не получила, так сказать, звезды в погонах, а были расстреляны, как комбриги, комдивы, я привожу их фамилию, а часть даже генерала, еще такие, как Смушкевич и Штерн, командарм первого ранга, герои Советского Союза, были расстреляны в октябре 41-го года. Это то, с чем я вырос, это то, что я знаю, может быть, я для своего возраста являюсь, может быть, сегодня, может быть, единственным, я уже не такой молодой, я уже сказал четко, сколько мне лет, я не мог, может быть, в последний раз к 70-летию победы, которая будет в будущем году, еще не в этом, но все равно, назвать имена этих людей, иногда просто инициалами, или только одной фамилией, которая даже не всегда еврейская, но за каждую фамилию, за каждое имя, столько-то и столько, как командармов, 9 командармов, 30 командиров корпусов, порядка 250 комдивов, комбригов и командиров полков, 11 командиров авиационных полков, 4-5 командиров авиационных дивизий, начальников штаба фронтов, начальников, даже начальников СМЕРДЖа, начальников разведки, вот привожу, так сказать, такой маленький пример, генерал являлся командир разведотдела центрального штаба партизанского движения, так сказать, и я рад, что мне удалось это сделать, но я привожу не только эти имена, я привожу имена 36 евреев, командиров подводных лодок, и может быть, это сделано впервые, 36 евреев из 229 командиров подводных лодок евреев, 16% командиров подводных лодок евреев в Советском военно-морском флоте, это невероятные цифры, это ни с чем нельзя сравниться, я привожу данные другие, я привожу данные, их трудно найти, и сегодня они еще закрыты, по национальной группе по декабрю 1944 года, национальный состав генералов и офицеров советской авиации, евреи имеют 5%, евреи составляют порядка 7,5 тысяч человек, в авиации находятся на третьем месте в абсолютных числах после русских и украинцев, даже впереди белорусов и всех других, что касается танковых войск, артиллерии, евреи везде занимают третье место после русских и украинцев, по командующим армиями занимают третье место, оставляя белорусов, я не хочу обижать белорусов, мой папа из Беларуси, но это цифры, которые есть, что касается инженерных войск, еврейские офицеры и генералы стоят на втором месте по числам, непосредственно за русскими, непосредственно за русскими, где в одном месте еврейские генералы и офицеры уступают белорусам то есть они на четвертом месте русский украинцы беларусь это в пехоте в царице полей но зато они переплевывает в авиации в инженерных войсках все эти данные привожу может быть их даже никто не знал не читал сегодня не загруппированы таскать в этой книжке поэтому я даю долг сына офицера советской армии командира танкового батальона на фронтах великой отечественной войны который освободил софию и прагу и взял будапешт и до берлина не дошел их повернули на прагу от берлина которому кстати в этом году 100 лет исполняется я просто выполняю свой долг сына офицеров советской армии и спасибо что мне удалось это сделать алекс есть еще один подзаголовок в назвал в названии книги моя семья но я думаю о семье мы говорить не будем я хочу предложить нашим телезрителям просто-напросто обращаться к тебе ты можем даже скажешь как как к тебе обратиться с тем чтобы можно было приобрести книгу и познакомиться не только с твоими знаниями не только виртуально но и с твоей семьей я читал что многие прочитав эту книгу узнают самих себя потому что я старался это дело таскать а все таскать о чем просто немало людей меня знает меня зовут алекс векслер я живу последние восемь месяцев в модеине как говорится пришел за детьми и за внуками до этого жила в юрусалиме в гивадзеве и мой номер моего телефона 052 052 3804 715 я отвечаю на телефоны всю свою жизнь и господин валиман да знает даже незнакомым людям которых я никогда не знал и не слышал пожилым сожалению это меня отличает от кое-кого из моих знакомых для которых я немало сделал в этой жизни которые могут частенько не отвечать на мои телефоны или менять номера или менять номер а номер у меня саж тот же самый у меня 20 сколько лет я тебя до 1 номер у меня никогда ни от кого не убегал но еще может быть можно на странице фейсбука к тебе обращаться где куча фотографий кстати кстати здесь есть 60 цветных фотографий с премьер-министрами с министрами с народными артистами с мысляховым с гусманом с кобзоном с моими детьми своими где-то внуками и это сказать я думаю что я очень надеюсь что она станет искать но если не битселлером в западных понятиях но все-таки многие найдут мне интерес я могу к этим словам только присоединиться действительно книга очень интересно любопытно то что называется от первого лица написано и поэтому я писал если кто-то в чем-то недоволен я прошел проверку на полиграфе так сказать я готова ее пройти опять все честно алекс вектор спасибо 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 всего доброго до свидания